Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости «Титул». Вместе с вами сейчас будем смотреть дом, где ниже в описании укажу у вас дома, общую площадь и количество земли. Сам дом находится, Республика Адыгея, село Натырба, улица Колхозная, номер дома 32. Ну и, конечно, ниже в описании я обязательно укажу номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Смотрим с вами этот дом. Так, мои хорошие, сейчас мы с вами будем смотреть вот такой дом, общую площадью 78 квадратных метров. Дом получается, смотрите, какая улица. Даже он, видите, напротив магазин есть. Ну, вот такой простенький продуктовый, такая улица. Улица широкая, большая предвара территория. Вот так дом выглядит, сам дом получается общей площадью 78 квадратных метров. И дом шлаколитой, вернее, шлакоблочный, как хозяин сказал, а часть идет кирпичная. И вот такой широкий фасад. Забор получается металлический. Его, понятно, что надо будет где-то подкрасить и подправить. Здесь земли у нас составляет 15 соток. В принципе, предостаточно, чтобы разгуляться. Во дворе мы видим вот такой немаленький виноградник. Понятно, что у нас сегодня 3 декабря 2019 года. Но летом, весной, конечно, это будет все намного лучше. Так, пока не забыл. Смотрите, вот он колодец. В колодце у нас забита труба. И мы видим, стоит установлена автоматика, которая подходит именно к этому дому. Пока закроем времена. Что касается ворот. Ворота здесь. И также у нас есть ворота с той стороны. Там есть хоз в постройке и небольшой гараж. Вот так выглядит дом визуально. Получается, что он отделан вот такой плиткой. Окна деревянные. Ну, друзья, хоть дом старенький, но фундамент такой дебелый. Хороший, нормальный цоколь. Такой, ну, крепенький. И цена. У него цена. И самое главное, что есть удобство. Это очень-очень даже хорошо. Сейчас пройдем участок, посмотрим. А потом уже в дом обязательно зайдем. Ну, здесь, видите, заросшая. У нас ворота с той стороны. Есть хоз в постройке. Вот такой небольшой гараж. Ну, по сути, я его даже сильно гаражом не назову. Ну, по крайней мере, он есть. Можете автомобиль вставить здесь. Либо можете вот здесь, перед двором. Теперь смотрите. Вот эта часть блочная, эта часть кирпичная. Здесь два входа и выхода. С этой стороны и также с этой стороны. Заходим с вами. Давайте сейчас участок посмотрим. Участок, в принципе, неплохой. Я имею в виду по размеру. По поводу плодовых деревьев, друзья, у нас здесь вот орех, там яблоня, груша, айва, вишня. Ну, где-то около 10 деревьев наберется. Ну, и вот так выглядит у нас участок. Понятно, что здесь никто ничего не садил уже давно. Ну, по крайней мере, участок ровный. Никаких нету там ни наклонов, ни склонов и так далее. Орех большой. Уличный туалет. Септик вот в этом месте мы видим. Вот шифер. Если вы видите, это у нас шифер. И смотрите, вот это у нас кирпич. Кирпичная пристройка. Ну, вот единственное, что вы видели, вот такая трещина здесь. Вот так это выглядит. Газовая труба, все в дом заходит. Ну, и давайте вот сейчас именно дом посмотрим внутри. Так, идем с вами. Вот эта часть у нас пристроена. Виноградник, конечно, не маленький. Так, ступеньки. Вход у нас, ну, ступеньки такие хорошие. Можно в будущем, конечно, плиткой это все делать. Будет намного лучше. Входная дверь у нас простая, деревянная. И вот, смотрите, у нас вот эта часть кирпичная. Вот эта часть уже блочная. Ну, давайте вот эту часть вам покажу, а потом уже туда пойдем. Ну, это наподобие, знаете, как гостиная. Гостиная-столова, можно ее назвать. Здесь высота потолков составляет 2,45. Вон, видно, чугунные радиаторы, деревянные окна. На стенах мы видим полностью обои. И с этой стороны то же самое. Сюда мы переходим, это типа кухни. Ну, где кушать готовят. Можно установить свой уже кухонный гарнитур. Здесь проведена вода горячая-холодная. И газовая плита. Фартук с этой стороны. У нас вот получается плитка. А с этой стороны деревянное окно. И вот этот вход, который я вам говорил, второй. Но он забитый. Им не пользуются. Ну, что есть, то есть. И вот на полу такая плитка. Ну, по поводу вот этой комнаты. Ну, что я могу сказать. Это типа туалет-ванная. Почему? Потому что я вижу унитаз и душевую. Крыша такая забетонированная, друзья. Это бойлер под горячую воду, я так понимаю. Ну, пока временно пойдет. Ну, понятно, что эту комнату надо будет полностью под себя именно сделать. Чтобы реально была цивильная туалет-ванная. А так, в принципе, площадь нормальная. Опять же, напоминаю, что площадь дома 78 квадратных метров. Так, вот это у нас электрический счетчик. С этой стороны у нас стоит газовый котел, который газ обязательно, конечно, подключен. Пожалуйста, включили, затопили и он работает. Ну, вот с этой стороны уже, конечно, намного-намного приятнее, друзья. Уже вот идет первая комната и вторая комната. Тут уже высота потолков чуть больше двух с половиной метров. Стоит печка, обои, потолок аккуратненький. У нас также вот чугунный радиатор здесь, чугунный радиатор здесь. Также вот деревянные окна. Они, в принципе, в неплохом состоянии. Толщина стен составляет чуть больше 25 сантиметров. Окна на первое время пойдут. Ну, в принципе, в общем, неплохо. Опять же, за эту сумму. Так, эту часть мы увидели, оценили. Также у нас вот она вторая комната. Она уже так поболее. Кстати, ретро-кресло. Ну, я думаю, это мебель, если необходимо, она останется. Тоже потолок аккуратненький. Обои тоже поклеены. С этой стороны чугунные радиаторы. Окна деревянные. Ну, в общем, в общем, неплохо. Вот такой шкаф у нашей бабушки тоже когда-то стоял. Ну, что, мои хорошие, посмотрели мы с вами очередной обзор недвижимости. Напоминаю, что дом находится, хотят сказать, Краснодарский край. Республика Адыгея, село Натырбово. Это недалеко находится от города Лобинска и также от города Курганинска. Ну, до Лобинска здесь где-то около 17 километров. До Курганинска больше 20 километров. Что здесь есть? Есть медпункт, есть школы, есть садики, есть магазины, есть горная река. Лоба, который я говорил, есть лес, где вы можете ходить, собирать грибы. Много-много чего тут есть именно для жизни. Домик, цена интересная. Не поленитесь, посмотрите ниже в описании. Номер телефона, конечно, будет указан обязательно. Адрес село Натырба, улица Колхозная, 32. Обязательно напишите ваше мнение по поводу этого дома. Поставим лайк. Обязательно подпишемся на мой канал, друзья. Также у меня есть группа, созданная в Телеграме, друзья. Там в этой группе те люди, как вы, которые планируете переехать именно в Краснодарский край. И те люди уже, которые переехали, мы друг другу подсказываем, рассказываем и помогаем. Если вы хотите вступить в эту группу, если вы планируете переезд в Краснодарский край и планируете воспользоваться нашими услугами, можете мне написать в личку на WhatsApp либо позвонить, я расскажу, как попасть на эту группу. Ну а так, друзья, ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.